Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Да, друзья, всё абсолютно верно. 10.03 в Москве прямо сейчас. С вами телерадиоканал Страна ФМ. В гостях у нас сегодня... Да, начинается программа Стране о спорте, в которой мы будем говорить сегодня, конечно, о футболе, о чемпионат мира по футболу, который проходит у нас в России, и шеф отдела спорта из Дайского дома Спортэкспресс, Олег Шиманаев у нас в гостях. Олег, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли сегодня тем для обсуждений более чем, потому что всё в самом разгаре и всё продолжается. Сразу, друзья, напомню, что у нас есть наши средства для общения. Это наша группа ВКонтакте. Там есть специальный пост вверху, там комментарии по поводу нашей беседы и ваши вопросы к Олегу. Оставляйте там. Плюс ко всему плюс 7909-928-189-9. Это WhatsApp и Viber. Так что добро пожаловать, если будет что написать и какие вопросы задать. Ждём с нетерпением. Олег, давайте начнём всё-таки с нашей сборной, поскольку мы все болеем за неё дружно и вот ждём теперь в воскресенье следующего, когда будет матч уже с Испанией. Но вернёмся в недалёкое прошлое. Вот те две победы совершенно шикарные. Ну, правда же, были победы такие очень серьёзные, да? Я забыл ещё 5-0. 5-0 и 3-1. И 3-1, да-да. 5-0 и 3-1. Что это было вообще, на ваш взгляд? Вот эти две победы и после вчерашнего матча с Уругваем, когда 3-0, к большому сожалению. 0-3, говоря правильнее, да, мы с вами проиграли. Не мы с вами проиграли, но и мы с вами тоже, как болельщики. Ну, в целом, было очень здорово. И мы выполнили, сборная России выполнила задачу минимум, вышла из группы. Если бы кто-то сказал перед чемпионатом мира, что сборная России одержит две победы и будет играть в одно весьмое финало, все бы сказали, что это круто и это нереальная мечта. Эта мечта стала реальностью, это здорово. И победа, которая ничего не значит. В принципе, по большому счету мы могли бы попасть на Испанию и в случае поражения, при другом раскладе в другой группе. То есть, в принципе, ну, проиграли. Это возбодрило, мне кажется, игроков, немножко опустило их с небес на землю. И это, может быть, даже хорошо. Другой вопрос, что там качество игры было такое своеобразное, но это уже вопрос к специалистам футбола. Ну, особенно все это смотрится очень великолепно в контрасте. Мы же товарищеские матчи практически все очень плохо сыграли. Да, мечта исполнилась. Джин выскочил, по мановению палочки, что ли, сборная России преобразилась. Замечательно. Многие считают, что это может быть случайность или качество игры соперников. Но, с другой стороны, результатное лицо, счетное табло. Ну, да, я вот все-таки хотел спросить, а все-таки, на ваш взгляд, чего здесь больше? Это были так плохие Саудовская Аравия с Египтом или все-таки мы были настолько хороши, что, в принципе, удалось одержать такие две большие победы с хорошим счетом достаточно? Мне кажется, что это в любом случае стечение обстоятельств. И всегда чемпионат мира по футболу – это что-то особенное. То есть не всегда говорит о силе команды или о слабости команды. Так сошли звезды, я считаю так, что и слава богу, что они сошлись в пользу нашу. И часто бывает так, что хозяевам чемпионата мира везет. Там сборная США, в свое время, которая, в общем, не блещет, тоже зажигала на домашнем чемпионате мира. И там сборная Кореи, там с Японией тоже хорошо играли. Так что, ну, это как бы нам вернулось за страдания наши за прошлые неудачи и за то, что мы потратили кучу денег и сильно многие из нас лишения какие-то терпели из-за подготовки к чемпионату мира по футболу. Друзья, ну что, мы продолжим наш разговор о футболе. В программе «Стране о спорте» у нас в гостях мы шеф-отдел спорта издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев. Еще раз напомню, что ваш вопрос прямо сейчас можете присылать, оставлять, во-первых, в нашей группе ВКонтакте, там наверху прикреплен специальный пост. Ну и наши ватсапы вайбер, номер прежний, плюс 7909-928-189. И 9, напомню, говорим сегодня о чемпионате мира по футболу, который проходит у нас в России. Продолжается программа «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас в гостях шеф-отдел спорта издательского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев. Олег, вот о чем хотелось спросить. У нас в воскресенье, давайте, вот теперь в прошлое заглянули, теперь в будущее уже, да, в это воскресенье, 1-го числа у нас игра с Испанией. Многие говорили, что хорошо бы нам было попасть все-таки на Португалию. Но якобы, потому что Португалия – это все-таки команда одного игрока, понятно, какого, да, Криштиану Роналду, а Испании там нет такого вот ярко выраженного лидера, и как бы все по отдельности. То есть, ну, проще говоря, одного закрыть проще, чем вот всю команду, которая играет вот очень хорошо, и немножечко другого уровня, мягко говоря, чем наша команда. Как вы думаете? Ну, и в целом, да, я согласен, Португалия, может быть, было бы попроще. Мы вчера видели, как у Криштиана Роналду не пошел матч, и какие проблемы там сразу испытала Португалия. В итоге она не смогла победить соперника, который, в принципе, был слабее ее. Но я скажу больше, был, мне кажется, более плохой вариант, самый плохой вариант для нас был, если бы мы вышли бы на Иран. Вот проиграть Испании в одной восьмой финале или проиграть Португалии, это типа, ну, не зазорная вот суперкоманды, да? Ну, да, да. Чемпион Европы действующий, да, и бывший чемпион мира на минуточку. А вот проиграть Ирану в одной восьмой финале, вот это было бы да. Слава богу, что мы лишены такой возможности, даже теоретической. Вот и теперь, ну, конечно, мы верим в то, что сборная России победит, и мы будем за нее болеть. С другой стороны, понятно, что у нас есть как бы уже некое оправдание того, почему мы, если мы не сможем выиграть, то почему это случилось. Ну, во всех случаях, в любом, мы уже задачу максимум выполнили. Хотя глупо на этом, но задачу минимум. Да, или некоторые решили, что задача максимум даже была. Основная цель была выйти все-таки в одну восьмую. Ну, нет, ну, задача максимума, я думаю, что любая нормальная команда, которая едет на чемпионат мира, едет с задачей статьи. Ну, это да, это совсем уж максимум максимум. Иначе зачем ехать-то? Ну, нам и ехать не пришлось, у нас все время есть только в другие города. Слушайте, я хотел... Кстати, Роналду вчера же не забил пенальти, да, у него вообще не пошло там как-то. Роналду не забил пенальти, чуть не получил красную карточку. Да, да, да. Это был кошмар. То есть, ну, вот бывает даже у такого игрока плохие, какие-то дни плохие игры. А вообще, вот почему, получается, смотрите, он же не один, ну, Роналду, как-то, мне кажется, более-менее стабильно играет. А вот ведь много было шума по поводу того же Салаха сборной Египты, да, очень... Прям вот нагнетали очень сильно, что если выйдет Салах, у него там с плечом же были проблемы, да, потом все это решилось, он вышел. И якобы, если он будет играть, то вообще делать нам нечего, потому что он разорвет практически все. То же самое Месси, да, в Аргентине, они, я уж не помню, кому 0-3 проиграли вот совсем недавно. То есть, получается, что в клубах они все-таки играют по-другому, чем в своих сборных? Ну, это всегда большая проблема для тренера, когда есть какая-то одна выдающаяся звезда, которая на голову выше всех остальных игроков. Большая проблема устроить его в его команду. Во всех игровых видах спорта такая есть проблема. Там та же самая с сборной России по хоккею Савейчкиным, например, тоже была большая проблема. Ну, как заставить его играть так же эффективно, как в клубном хоккее. Салах тоже фактически на один сезон выдающийся выдал и не вписался в сборную. Сейчас он извинялся вчера за свою игру. Месси тоже там намудрил тренер, я считаю. То есть, это большая проблема. Футбол очень сложная игра на самом деле, очень сложная. Одна из самых сложных в мире. Поэтому здесь могут быть какие-то любые вещи, совершенно не связанные со спортом. Там плохо выспался человек или что-нибудь еще. Да, хотя для обычного обывателя, ну что, там 11 человек бегают за мячиком. Есть люди, которые и так рассуждают. Не, ну это люди, которые сами никогда не играли и сами никогда не сталкивались с этим. То есть, на самом деле, все очень-очень сложно. Но вы были, встречали болельщиков? Вот это огромное количество. Там на Никольской, там в центре Москвы, которые там шумят очень сильно. В принципе, это супер. Больше того дошло до того, что я пошел в субботу вечером. Знаете, бывают такие магазинчики, где пиво разливное. Знаем, такие магазинчики. Олег, а давайте сделаем, знаете как? У нас сейчас небольшой перерыв будет, а потом вот это интересно. Мы поговорим о том, что вокруг футбола немножко происходит. Друзья, это «Стране о спорте». Программа посвящена на сегодня чемпионат мира по футболу 2018. Если есть что спросить у Олега, а вопросы наверняка возникнут по поводу футбола, естественно, пишите нам с большим удовольствием, Олег на них ответит. Скоро вернемся и продолжим. Шеф отдела спорта из Дальского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманаев у нас в гостях сегодня. Олег, еще раз доброе утро. Продолжаем говорить о футболе. И мы хотели поговорить немножечко о том, что происходит вокруг футбола рядом. И вот о чем хотелось поговорить. Есть вот категория людей. Но понятно, что все это затрагивает абсолютно все жители не только Москвы, но и тех других десяти городов, где проходит чемпионат этой пробки. И какие-то проблемы другие на дорогах. И тогда большое скопление людей. Может быть, не всегда это тихо проходит, как хотелось бы. Берясь бывает. Как вы относитесь к этому? Стоит оно того вообще или нет? Безусловно, стоит. Это в такую нашу обыденную жизнь, ритм обычной жизни привнесло какой-то праздник. Я не понимаю тех людей, которые бухтят, стараются на дачу ехать, пережить это страшное время. Потому что, в принципе, я понимаю, если бы мы жили там в какой-нибудь идилле, там птички, там соловьи бы нам пели, приехали бы. Да, всегда тихо спокойно. Да, приехала бы сейчас толпа пьяных фанатов и заглушила бы этих соловьев. Тогда понятно, что можно было бы возмущаться. А так у нас суровая жизнь, суровая жизнь мегаполиса, ритм такой, все повторяется за дня в день. Тут праздник, можно, в принципе, и потерпеть немножко там какие-то, может быть, неудобства, если там орут под окном или кто-нибудь еще. Вот я начал рассказывать про то, что вот у меня есть дома рядом такая точка, где там пиво продают, разливное, там буквально комната там 2 на 2 метра. Там я никогда никого там не видел, кроме там двух каких-то синяков, которые стоят там с дачу стреляют. Ты сейчас на полный аншлаг выйдет, да? Нет, я тут зашел в субботу вечером туда, а там, наверное, человек 20 или там 30 мексиканцев стоят, значит, смотрят на матч, и, значит, там орут там мексиканские свои песни. То есть это очень круто, то есть выглядит. И я, конечно, не понимаю, зачем ехать в Россию из Мексики, чтобы... Чтобы зайти туда? А не зашли-то заодно, это же второстепенное штука. Ну да, 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 это не бар никакой, ничего, это просто вот такое вот место. Но все равно это как бы круто, это такое воспоминание и для меня на всю жизнь, да? Я вот такое увидел, да? В принципе, как бы надо смотреть, радоваться, понимать, что это праздник, и всегда праздник сопряжен с какими-то, может быть, неудобствами бытовыми, но все равно это круто. Но одно без другого. Я даже слышал статистику, вот, по-моему, если не ошибаюсь, по поводу Аргентины. Аргентинцев на этот чемпионат мира приехало вообще больше по цифре, чем за всю историю вообще их туризма в нашу страну. То есть это огромное число. Есть такое, я слышал, что, в принципе, европейцев приехало меньше, чем ожидалось. Я не знаю, там, в стилу каких-то политических дел или там, не знаю. Ну, англичан, как мы знаем, там напугали, что-то страшно очень. Ну, англичан отсеивали сильно, сами англичане, они все боялись драк. Вот. А приехало очень много из Латинской Америки болельщиков, из Бразилии тоже. А вот европейцев меньше. Ну, не знаю, с чем это связано. Ну, и ладно. То есть, как бы, мы на экзотике зато насмотрелись. И продолжаем смотреть, что будем практически полмесяца там. Ну что, друзья, у нас очередной небольшой перерыв. Вернемся очень скоро, через несколько минут. «Стране о спорте» продолжится. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. «Стране о спорте» лайф. Да, друзья, «Стране о спорте» продолжается. Олег Шаманаев из издательского дома «Спортэкспресс» у нас сегодня в гостях. Олег, еще раз доброе утро. Ну, о футболе, вот знаете как, о футболе-то мы же видим, что происходит на самом деле, да. И каждый день, сегодня, например, четыре матча у нас практически. Или сегодня четыре матча, да, у нас? Четыре дня подряд четыре матча. Да, четыре дня подряд четыре матча. Но мы продолжаем говорить о том, что происходит много же курьезных случаев всяких. Тем более, что у нас так интересно устроены города, некоторые названия, да, они практически одинаковые. Там, Новгород, Великий Новгород, Нижний Новгород, да, Ростов-на-Дону, просто Ростов. И были же случаи, когда люди уезжали не туда совсем. Имеется в виду иностранных болельщиков. Ну, это да, это топографический кретинизм так называемый, да. То есть были случаи, когда люди брали билеты вместо Волгограда в Вологду. Вот так даже было. Да, когда в Ростов-Великий с Ростовом-на-Дону путали, когда в Великий Новгород с Нижним Новгородом путали. Ну, бывает такое. Им как могут помогают людям. Были случаи там какие-то криминальные, когда там приезжал, он болельщик из Мексики, у него украли билет, он там плакал, там его в Фейсбуке всем миром связывали с оргкомитетом, в итоге подарили ему билет другой. То есть, в общем... Слушайте, а еще история же была, вот недавно я буквально читал, по-моему, какой-то бразильский мафиози, да, известный. Он был в Питере, его ловил Интерпол, нашли его здесь. И самое интересное, по-моему, дали досмотреть матч до конца даже, не стали его там принимать. Были случаи, там, бразилец какой-то попросил российское гражданство здесь. То есть, ну, это же много народу, причем многие из них приезжают сюда развлекаться, не отдавая себе отчет вполне в сложности того, что они делают. Поэтому произойти может все что угодно, но это тоже круто, это часть шоу. Слушайте, а вот эта история тоже, ну, вот это по-настоящему скандальная история, причем не только вот на территории нашей страны, это же и газеты начали писать в Швейцарии, Шакири, да, Шакири по-разному его называют, этого футболиста. У него же и раскрашены были, по-моему, бутсы, да? На бутсах у него на задниках, на одной бутсе был флаг Албании, он этнический албанец, у него родственники в Косово есть. Он таким образом хотел, как сказать, попровоцировать соперников, они играли в матч на сборной Сербии. А на второй бутсе у него был флаг Швейцарии. А вот вообще существуют какие-то мотивы? Это не запрещено, разве, правилами? По идее запрещена любая символика стран, которые не участвуют в соревнованиях. То есть, в принципе, нельзя, если там наш футболист захочет даже быть с флагом, не знаю, Российской империи, по идее, это тоже политический жест, и его за это должно штраховать, как оштраховали трех игроков сборной Швейцарии. У них очень много этнических албанцев в команде, вот они решили таким вот образом продемонстрировать свои политические взгляды в матчи с сербами, с которыми у них по понятным причинам антагонизм политический. И вот в итоге их оштрафовали. И, в принципе, я считаю, что правильно сделали. Но вот Шакири, он даже когда гол, я помню, забил, он же показывал вот этот знак руками, да, плечами в виде орла? Да, показывал, да, в знак орла. И там даже как-то было видно, что не все рады этому жесту, кто находится на трибунах, там большое количество людей, которые начали там орать. Есть разное мнение среди, я слышал, среди швейцарских болельщиков, некоторые там поснимали с себя футболки и сказали, что мы больше не будем болеть за эту команду, а некоторые, наоборот, сказали, что у нас мультинациональная страна. Ну, в принципе, правда, мы все знаем, что Швейцария очень много разных наций живет, и что призывала, одна из газет швейцарских призывала читателей присылать фотографии вот с этим орлом, вот с таким вот жестом, вот, что в поддержку у Шакири, что он имеет право делать все, что захочет. Друзья, еще раз хочу напомнить по поводу сегодняшней нашей беседы. Мы говорим, конечно, о футболе, в первую очередь, о чемпионате мира по футболу 2018. Если у вас есть какие-то комментарии по ходу нашей беседы или вопросы, можете Олегу их задавать прямо сейчас в наших комментариях в нашей группе. Есть специальный пост, он вверху прямо закреплен, как раз он посвящен сегодняшней программе «Стране о спорте». Ну и плюс ко всему WhatsApp, Viber, туда же можно присылать обычные смс-сообщения, что называется, по старинке. Номер прежний, плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Присылайте прямо сейчас, Олег с удовольствием на них ответит. Ну и, кстати, мы сделаем небольшой перерыв. У нас прямо сейчас Александр Хоган, между прочим, очень-очень футбольная песня, которая называется «Моя страна, моя команда». Скоро вернемся. У нас в гостях Олег Шаманаев сегодня из издательского дома «Спортэкспресса». Продолжаем. У меня десять мыслей, я пытаюсь их в одну собрать, поэтому начинают заикаться уже мы. Хотели поговорить еще вот о чем, Олег. Там же странные вещи еще происходят не только среди болельщиков, а и среди даже тренерской команды. Во-первых, вот это странное назначение снятия, вернее, с должности тренера у Испании, да? За сколько там, за три дня произошло это буквально? Да, за три дня. Разве вообще вот как оно так бывает-то? Ну там взаимоотношения тренера с Федерацией, насколько я понимаю. То есть Федерация рассчитывала на него, он внезапно заключил контракт с Реалом, причем, что не мешало ему заключить его через месяц, непонятно, кто тянул за язык их перед чемпионатом мира такое объявить. Ну и Федерация пошла на принцип и сменила тренера. Ну и вот теперь это одно из преимуществ для сборной России, что сборная Испании непонятно как. Фернандо Яро, великий в прошлом футболист, как он сейчас справится с свалившимся на него тренерским бременем и, в принципе, каково вообще футболистам пережившим такой стресс накануне важного турнира. Не лучшую игру демонстрируют испанцы на этом чемпионате, и это шанс для нас, то, что произошло с Испанией. А так, ну да, и не только с испанцами. Мы видим, что и сборная Аргентины сейчас бунт поднялся, что игроки считают... А вот расскажите подробнее об этом, потому что я думаю, что есть люди, которые просто не знают, что там происходит. Да, ну и на Горнике неудачно сыграли первые два матча, и сейчас у них минимальный шанс на продолжение, на выход в плей-офф. Они считают, что это в первую очередь тренер подвел, неправильный состав определил, неправильную роль Месси определил. И вроде как у них бунт, и игроки говорят о том, что тренер должен уйти в отставку прямо сейчас, что мы сами определим свой состав. Вот в процессе чемпионата именно, да? Да, прямо накануне сегодняшнего матча. Но эта ситуация хуже, чем в Испании вообще. Да, но это очень плохо, когда игроки бунтуют, когда Месси, понятно, что у него авторитет намного выше, чем у тренера. И известность тоже. Ну, тогда он официально назначится Месси главным тренером сборной Испании. Ну, очень, да. И едьте на чемпионат мира, если вот такая ситуация. А так, конечно, но я считаю, что ни один великий игрок, в том числе Месси, не может такие вещи устраивать. То есть, это к добру не приведет, если даже сегодня они выиграют. Если, правда, есть бунты, если это не слухи, да? То есть, мы не знаем этого. Даже если сегодня они выйдут и выйдут, выиграют и выйдут в 1-8 финала, дальше ничего хорошего от Аргентины ждать не стоит. Слушайте, Олег, а вот вы сказали, бунт, это же такое достаточно громкое слово. Бунт, он как вообще может выглядеть? Они могут... Как он может произойти? Ну, они могут выйти, сказать, что мы не будем там тренироваться, допустим, пока вы не уберете этого клоуна, ну, в смысле, тренера. Мы там не будем там выходить на игру, мы сейчас соберем все свои вещи, уедем там. Ну, какие-то вещи какие-то, ну, как-то шантажируют они наверняка. Но там же вплоть до того, вот мы тоже об этом говорили за кадром, о том, что Месси якобы вообще там захватил власть сейчас, да, и пытается как-то разрулить ситуацию, да, поставить все свои места и так далее. Понятно, что ни один тренер мира не в состоянии конкурировать по известности, по авторитету с Месси, который обладатель там кучи золотых мячей и самый известный игрок, ну, может быть, кроме Роналду в современности, да, то есть, другое дело, что хватает ли у такого игрока ума вести себя соответственно своему статусу или вот у него съезжает крыша. Если съехал крыша, это очень плохо. Это печально совсем. Но знаете, когда я смотрел, когда они проигрывали 0-3, мне больше всего жалко было не команду Аргентины, которая сейчас играет на поле, а Марадон, который сидел и плакал буквально на трибунах, это показывали несколько раз, действительно, великий, вот действительно, бог футбола. И несмотря на то, что он уже, ну, как бы, не при деле, да, он был тренером когда? Он же был непродолжительное время. Он был тренером во время чемпионата мира 2010 года. И не очень удачно, по-моему, да, у него как тренерская работа была? Не очень удачно, да. Ну, у него там разные проблемы и психологические, и с разными веществами. И со здоровьем, да, и со злоупотреблениями и так далее, и прочее там все это было, да. Так что Марадон навряд ли там как тренер состоялся. Тем не менее, легенды. И главное, что он в свою бытность сумел встроиться в команду таким образом, что он был звездой, и это не мешало сборной Аргентины показывать результаты. Вот вместе вот этого не смог. В этом трагедии вот этого великого игрока. Друзья, небольшой перерыв. У нас через несколько минут вернемся к вам, и программа «Стране о спорте» на «Стране ФМ» продолжится. «Стране о спорте» продолжается на телерадиоканале «Страна ФМ». Олег Шиманаев из издательского дома «Спортэкспресс» у нас в гостях. Давайте все-таки вернемся к нашей сборной, потому что это главное. Тем более, что вчера был один матч, а впереди вот воскресенье 1 июля у нас следующий, уже в 1-8-й играем со сборной Испании. Слушайте, по поводу вчерашнего матча, ну вот, ведь это совершенно как-то мы по-другому играли, мне кажется, абсолютно. Тот же Самедов, сейчас мы с вами обсуждали, да, за кадром. Все стандарты, которые он делал, и штрафные были, и угловые, но при всей любви к нашей сборной настолько это было мимо, настолько это было не в кассу, там даже Дзюба по губам можно было прочитать все нехорошие слова, которые он в тот момент говорил и адресовал своему коллеге. Ну, я думаю, что, в принципе, ну да, неприятно, конечно, проигрывать, но мы должны понимать, что это все практически тренировочный матч был, и, может, они пробовали какие-то варианты. Если после этого Самедов совершит нормальную подачу в матче с Испанией, ему простится моментально все. И Дзюба головой забьет голову. Да, я думаю, что это как бы не имеет большого значения. Ну да, конечно, неприятно проигрывать там разгромные поражения, и, в принципе, в оставшиеся матчи понятно, что после двух побед у нас была главная задача в двух оставшихся матчах сыграть достойно. Ну вот, как бы, ну, понятно, что тяжело претендовать на выход в одну четвертую финала. Все-таки мы не... У нас рейтинг один из самых низких среди всех участников чемпионата мира на минуточку. Там на последнем месте Саудовская Аравия, по-моему, была, да? Да, да, мы там в районе 70-го места находимся, а мы попали сейчас в топ-16, да, в 16 лучших команд мира. Это уже само по себе круто и большое достижение. И дальше мы должны радоваться тому, что мы попали. Главное, мне кажется, избежать каких-то казусов, избежать какого-то разгрома в матче с Испанией и просто насладиться тем, что мы находимся и в Москве и играем в такой суперматч. Плюс ко всем, мне кажется, мы должны искренне надеяться на то, что новый тренер, очень свежий тренер, мягко говоря, Испании, может быть, не совсем понимает, что необходимо делать со своими игроками. И это нам сыграет, конечно, в плюс. Ну да, в принципе, конечно, это будет чудом, если сборная России выиграет испанцев. Но, как мы видим, чудеса возможны и на этом чемпионате мира тоже, и в жизни, в принципе. Поэтому, ну, верить в чудо и максимально собраться нашим игрокам и дать бой. Олег, а вот все-таки, возвращаясь от наших к Аргентине, что-то не покидает меня. Вот сборная Аргентины, никак я ее не могу покинуть в мыслях своих. Все-таки вот это, но все-таки, согласись, пока неудачное выступление, не то, чего ожидали от Месси, да, он не делает этого просто. Это все-таки его личные какие-то проблемы? Это проблема того, что он не может адаптироваться в сборной, в отличие от клуба, где он играет? Или это конкретно ошибка тренера, вот на которую, собственно, сейчас бочка-то вся сборная Аргентины и катит очень активно? Не, ну, безусловно, виноват тренер, да, когда у тебя есть такой набор игроков, а нету игры. Ну, то есть тут вариантов нету, да, кто-то виноват. Другой вопрос, что, возможно, да, есть еще нюансы с каким-то, с какой-то недостатком харизмы у Месси. То есть всем понятно, когда приходил в Марадону играть, да, там, сразу вокруг него вся жизнь начинала крутиться. Почему не крутится сейчас Аргентина и почему, например, то, что вот Месси пытается взять игру на себя, оно мешает, наоборот, аргентинцам, да, это уже вопрос к тренеру и вопрос к команде. Ну, ладно, это дело в любом случае пятое, это так, как слово было сказано, в любом случае мы надеемся на победу нашей сборной в воскресенье с Испанией и пусть действительно победа будет за нами. Друзья, шеф отдела спорта из Дальского дома «Спортэкспресс» Олег Шаманай был у нас в гостях. Олег, спасибо большое, приходите еще. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф